Всем привет, я Виктор Стельмах, а это мой видеоблог Стельмах про авто. Я рассказываю здесь о том, чего вы не узнаете из официальных релизов автомобильных производителей. Сегодня у меня на тесте автомобиль, который придумали Младо Болеславе, презентовали в Берлине, назвали в честь самого крупного медведя на Аляске, а фамилия дизайнера, который его нарисовал – Кабан. Речь идет о первом большом внедорожнике Шкоды под названием Кадьяк. Именно так Кадьяк называется «самый большой медведь на Аляске». Очень напоминает, особенно в профиль, Audi Q7. Вот, посмотрите. Я думаю, что схожесть Кадьяк и Audi Q7 не случайна. И этому есть еще одно подтверждение. Когда снимали рекламный ролик на Аляске об этом самом медведе под названием Кадьяк, то все вывески в городе под названием Кадьяк переделывали. Потому что в конце в этом слове на Аляске пишут букву «Кей», а Шкода хотела, чтобы в конце была буква «Кью». Почему именно буква «Кью»? Потому что, как утверждает Шкоде, именно Кадьяк произносят местные аборигены. И именно поэтому в конце должна быть буква «Кью». Но лично у меня совсем иное мнение. Буква в названии «Кадьяк» появилась именно потому, что Кадьяк очень похож на Audi Q7. И в Шкоде очень рассчитывают, что Кадьяк будут называть бюджетным или доступным Q7. Когда Йозеф Кабан представлял Кадьяк на презентации в Берлине, то стиль этого автомобиля он назвал чешским кубизмом и богемским стеклом. И действительно, Кадьяк впечатляюще хорошо выглядит. Кроссовер D-класса от Шкоды. Уже только одно это словосочетание должно вызвать массовый и нездоровый по силе интерес. Прибавьте сюда, что Кадьяк не просто видный, а можно сказать красивый автомобиль с оригинальными дизайнерскими находками. Йозеф Кабан недаром говорил, что дизайн Шкоды Кадьяк это сочетание чешского модернизма и богемского хрусталя. Вот посмотрите, какие у нее фары. И вот такие задние фонари, как они переливаются. Вот где находится в Шкоде Кадьяк кнопка запуска двигателя на рулевой колонке. Включаем мотор. Навигация, приборная панель. Возможно, после всех этих перечислений станет понятно, почему тесты этого кроссовера D-класса я ждал самой его презентации в Берлине. Очень хотелось знать, как большой чешский медведь будет ездить и не окажется ли он косолапым. Все, наверное, удивлялись, когда узнавали, что настоящие неуклюжие с виду медведи на самом деле умеют быстро бегать. Говорят даже, что километров до 50 в час. Но большой чешский медведь удивил еще больше. Если кому-то не нравится ручка или кто-то не умеет ездить на механике, то я должен сказать, что даже на самом слабом дизельном моторе 1.4-125 лошадиных сил можно спокойно воткнуть одну передачу и целый день ездить на ней по городу. Потому что отличная, во-первых, тяга, а во-вторых, передача включается очень четко. Вот чувствуются немецкие корни. Конечно, в Испании отличные дороги. С этим никто спорить не будет. Но мы проехали пару раз через лежачих полицейских, и мне очень понравилась подвеска. Я думаю, что на украинских дорогах она будет выглядеть и чувствовать себя не хуже. Мне удалось проехать на полноприводных версиях Skoda Kodiaq с 2-литровым 150-сильным дизельным мотором и 6-ступенчатой механической коробкой передач и с 1.4-литровым бензиновым турбированным мотором мощностью 150 лошадиных сил и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями DSG. И я должен сказать, что не напрасно опытные образцы Kodiaq, которые разрабатывали 4 года, прошли больше 1 миллиона километров испытаний в разных природных и дорожных условиях в разных странах. В Skoda Kodiaq есть типичные шкодовские умные вещи. Вот, например, вот здесь в двери что это у нас? Зонтик. Точно так же, как и в Skoda Superb. Интересно, положили они зонтик во вторую дверь или нет? Сейчас проверим. Ну, вот сейчас посмотрим. Один зонтик только для водителя или для переднего пассажира тоже. Нет честных, честных два зонтика. А вот на эту систему я хочу обратить особое внимание. Вот смотрите, я открываю дверь и у меня вот здесь, вот она, появляется такая резиновая накладка. Это на случай, если я вдруг резко открыл дверь, чтобы не побить ее обо что-нибудь. И когда я дверь закрываю, то эта накладка прячется, ее не видно. Она не портит нам дизайн. На самом деле, такая накладка была бы более логичной на задних дверях, потому что водитель всегда открывает дверь аккуратно. А вот если сзади едет теща, то она может ударить. Сейчас посмотрим. Сзади есть такая? Есть. Вот она. Тут даже есть, как в Audi Q7, дублирование подсказок навигатора на приборной панели водителя. Водитель может выставить несколько режимов. Там может быть средняя скорость, там может быть расход топлива, а может быть подсказка навигатора. И, между прочим, Skoda Kodiaq читает знаки и показывает, какие ограничения скорости действуют. Сейчас посмотрим, что у нас тут есть в меню. Вон сколько тут всего. Это что у нас? Это настройки. Ага. Вот. Так. Автомобиль. Дорожное движение со знаками. Навигация. Ага, вот показывает, где мы находимся. Здорово. Что в Kodiaq точно как в Audi, так это раздача собственного Wi-Fi пассажирам. В дороге любителей гаджетов не видно и не слышно. Знай себе, зависает в интернете. Всего в Kodiaq доступно 30 Skoda решений Simply Clever, 7 из которых новинки. Есть в Чешком SUV и множество других умных электронных помощников водителя. По их количеству Skoda Kodiaq вполне можно назвать умным автомобилем. Нормальный ход, если учесть, что Kodiaq втрое дешевле Audi. Салон в моей тестовой Skoda Kodiaq обтянут светлой кожей, хорошей, качественной, перфорированной, между прочим. Пластик спереди мягкий и на подоконниках дверей мягкий. А вот сзади пластик жесткий. Зато у нас есть панорамная крыша. И это тоже отличная комплектация. Мне очень нравятся эти шторки от солнца. Очень приятная штука. Раз, открыл, подцепил, и солнце тебя не слепит. Очень хорошая вещь. Какое оригинальное оформление перчаточного ящика. Вместо обычной глянцевой панели ее как будто бы поцарапали или провели кисточкой с матовой какой-то краской. Очень выглядит здорово. Очень оригинально. Кстати, вот в Kodiaq впервые применили систему кругового обзора на 360 градусов. И камера заднего вида неплохо совсем работает. направляющие двигаются, направляющие двигаются. И показано, что у нас находится вокруг. Есть в Kodiaq и модная беспроводная зарядка смартфона. И вот сейчас мы посмотрим сколько на заднем сидении места под настроенным под меня передним креслом. Вот я сел сзади сам за собой и что? И я сижу закину в ногу на ногу и я даже не достаю это больше ширины ладони у меня для коленей. И кроме этого задние сидения еще могут двигаться вперед-назад и увеличивать или уменьшать размер багажника. Вот задние сидения двигаются, как я и говорил. Раз, два. Вот тут есть такая штука. Поднимаешь ее и они двигаются. За задним пассажиром багажник объемом в 720 литров. Минимальным объемом. Ведь задние кресла в Skoda Kodiaq двигаются. А со сложенными задними сидениями багажный отсек вообще разрастается до 2065 литров и является лучшим поместительностью в своем классе. В комплектации со складывающимися передними пассажирскими сидениями этот автомобиль позволяет перевозить грузы длиной до почти трех метров. Skoda еще обращает внимание на то, что Kodiaq впервые в истории марки доступен семью сидениями. К счастью, в качестве дополнительной опции. И в 99% случаев на третий ряд никто кроме детей и домашних животных не помещается. И в 100% случаев залезать туда крайне неудобно. Поэтому решение не навязывать, а предлагать третий ряд опционально можно назвать еще одним 31 умным решением Skoda. у Kodiaq есть такая модная сегодня примочка как открытие багажника движением ноги. Вот так я подхожу к машине и багажник открылся. но это еще не все. неудобно. А еще Kodiaq может тащить прицеп весом 2,5 тонны. А выруливать помогает электронный помощь буксировки. Задним ходом на низкой скорости система берет на себя рулевое управление. Кроме того новая функция помощи при маневрировании тормозит как только распознает препятствия сзади. Вот мы сейчас едем по серпантинам и честно говоря я про себя думаю что автомобиль оправдал ожидания не разочаровал потому что бывает что он красивый бывает что он эффектный но когда ты садишься и начинаешь ехать то оказывается что управляется он как моторная лодка и вот это вот чувство большого автомобиля в Kodiaq его нет. Мы едем по серпантинам практически нету кренов несмотря на то что дорожный просвет 194 миллиметра и рулится он оборотов руля от упора до упора 2,5 и рулится он очень хорошо кстати дизель отлично шумоизолирован и в салоне ты не ощутишь что это дизель можно подумать что это бензин звук мотора слышен но не скажешь что это дизель вот можно обратить внимание перед нами едет маленький хэтчбэк B-класс и он едет точно так же как и мы то есть он едет мы его подпираем сзади потому что Kodiaq хорошо рулится и все эти виражи несмотря на свои размеры проходят и вот хэтчбэк уходит в сторону потому что мы его поджимаем они тут на Майорке ездят на машинах А и Б-классов почему потому что им на них удобно они маленькие юркие вот здесь вот на этих серпантинах на узких улочках а я человек который первый раз сел за руль Kodiaq а длина Kodiaq я хочу сказать 4 почти 4,700 то есть 4 метра 70 сантиметров а ширина его почти 2 метра нет меньше а ширина его почти метр восемьдесят и я не чувствую никакого дискомфорта на этих узких дорогах на этих серпантинах потому что автомобиль хорошо управляется у меня высокая командная посадка хороший обзор вперед реальная длина Kodiaq 4697 миллиметров ширина 1882 миллиметра высота с учетом рейлингов 1676 миллиметров размер колесной базы 2791 миллиметр Kodiaq почти на полметра короче Audi Q7 но в том-то и секрет его дизайна что выглядит чешский медведь так солидно и монументально что кажется с Audi одного размера интересное интересное дело вот мы сейчас едем по городу насколько Kodiaq кажется большим и солидным снаружи насколько много места у него внутри но когда ты сидишь за рулем то ты абсолютно не ощущаешь что ты едешь в большом автомобиле потому что отлично чувствуются габариты и даже на узких испанских улочках очень легко ориентироваться и ехать в городском потоке по езде мне больше понравилась дизельная версия с двухлитровым турбированным мотором мощностью 150 лошадиных сил и шестиступенчатой механической коробкой передач система старт-стоп Kodiaq работает отлично незаметно глушит и также незаметно что главное вовремя запускает мотор только убрал ногу с педали сцепления на механике или тормоза на автомате а стрелка тахометра уже показывает что Kodiaq готов к движению на дизеле с ручкой средний расход топлива по маршруту с автобаном и зажигательными скоростными серпантинами получился около 8 литров на 100 километров до бензиновой версии с 1,4 литровым мотором мощностью 150 лошадиных сил и 7-ступенчатой DSG по городу и трассе у меня в среднее потребление топлива вышло 8,5 литров на 100 километров на версиях Skoda Kodiaq с DSG можно не только как обычно ехать в режиме драйва или перейти в ручной режим переключения передач на мониторе есть возможность выбрать и другие настройки работы трансмиссии мотора например снег или эко спорт или комфорт а можно остаться в обычном нормал бензиновая версия для тех кто хочет комфорта а дизельная с механической коробкой передач для тех кому нравится более активная езда надо честно сказать ни по оформлению салона ни по комплектации ни по езде Skoda Kodiaq это не Audi Q7 потому что это Skoda но и стоит Kodiaq как Skoda в Германии цена большого чешского медведя стартует с 25 490 евро и это интересная цена ведь Skoda всегда предлагает за свои деньги чуть больше автомобиля подписывайтесь на мой видеоблог читайте мои тесты на автоконсалтинге и слушайте мою программу на радиовести медведя от тоже видят